Группы музыканты готовят выход новой порции песен. Для работы над диском они отправились в сердце Европы, Брюссель, где в буквальном смысле не выходят из студии и корпят над будущим альбомом, название которого пока в секрете. Наши корреспонденты побывали в гостях у океанов и первыми услышали будущие хиты. Неприметное брюссельское здание. Снаружи выглядит как обычный дом, а заходишь внутрь и оказываешься в одной из старейших в Европе звукозаписывающих студий. На стене вся история. Здесь записывали свои альбомы Шарль Азнавур, Патрисия Касс, Лара Фабиан, а теперь вот и украинские музыканты. Петр Гитара, Денис Бас, еще один Денис Ударный, Милош Наклавишных и бессменный вокалист Светослав. Океан Эльзы без преувеличения легенда украинского рока в таком составе для записи диска не собиралась уже три года. Ну что, ребята, все готовы? Зададим жару. У него в копилке три Грэмми и две премии Меркьюри. Британец Кэн Нельсон прославился благодаря работе с Coldplay. В эти дни музыкальный продюсер сотрудничает со своими первыми подопечными на постсоветском пространстве. Мой украинский не такой уж хороший, но пока все получается. Помогает, что у нас похожие вкусы в музыке, поэтому мы легко описываем звуки, ритмы. Очень интересный опыт. С первых аккордов его ни с чем не спутать. Фирменный стиль группы. Океан Эльзы остается верным себе, но и не стоит на месте, пробует что-то новое. У кого-то в споре рождается истина. У них музыка. Иногда на языке этой музыки чаще на безупречном английском они вместе с продюсером обсуждают, как лучше звучит тот или иной фрагмент. Затем раз за разом проигрывают его в разных вариантах. Прослушивают десятки своих записей, чтобы определить ту самую, вот такое за кулисье творческого процесса. Мы пока еще не знаем все, что нам нужно играть, поэтому все время меняем партии. На самом деле, это как правило так всегда происходит на записи албума. Мы думали, что мы подготовили все, пришли в студию записать. И тут все слышно более детально. И понятно, что есть какие-то мелочи, на которые мы на репетициях не обращали внимания, которые сейчас надо почистить. По плану на запись одной песни положено два дня. Вроде и репетировали до начала работы в студии, но все равно на ходу приходится импровизировать. Поэтому от графика слегка отстали. Фаны часто бывают незадоволенны. Они считают, что нужно выпустить сразу 100 песен. Но, на нашу думку, лучше выпустить меньше, чтобы все они полностью ответили твоим ожиданиям. Мы решили начать с записи лиричной песни, оскільки нам стало, что это такая несподеванная будет. Все от океана ждут другого, а тут лирика. Лирика с зимой. Сейчас у океанов первый студийный заход. Затем будет еще один в марте для более драйвовых песен. В апреле планируют выход альбома. Начинаю с травня поедем великий тур. Из Украины, и так, Россия, Европа, Америка. Я думаю, что целый рік будем ездить. То, что поклонники услышат еще через несколько месяцев, нам удалось уже сегодня. Приоткрываем занавес секретности. Оксана Кундеренко и Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. Вельгия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова